Долги растут. Костанайцы задолжали теплокомпании почти миллиард тенге. Решать проблему намерены рейдами, а если не поможет, через суд. В Костанай готовится к открытию завод чугунного литя. Сейчас здесь проходят пусконаладочные работы, на которых побывала и Татьяна Калюшная. Последний звонок в новом формате. Сегодня в Костанайской школе номер 7 прошел единый классный час на тему знания родины. Алияда Смагометова побывала на мероприятии. Снижение предельной скорости для автобусов, корректировка понятия перекресток, введение новых знаков и сигнала светофора. На днях в Казахстане в законную силу вступили изменения и дополнения в правила дорожного движения. Представители областного департамента полиции по этому поводу организовали специальный брифинг и разъяснили, на какие изменения стоит обратить внимание костанайским водителям. Уже две с половиной недели, как в Казахстане, начали действовать новые изменения, внесенные в правила дорожного движения. Разъяснить суть нововведений, напомнить о них, решили сотрудники кустанайской полиции. Теперь все выезды с прилегающих к автотрассам территории считаются перекрестками, и водитель здесь в любом случае должен уступать дорогу. Такая корректировка, говорят полицейские, позволит сэкономить на установке в таких местах знаков приоритета. Повороты на дороге теперь нужно совершать более четко. Если на данном перекрестке, допустим, будет установлен знак, что осуществлять поворот направо можно с двух полос, соответственно, с крайней правой полосы водитель поворачивает на крайнюю правую полосу, со второй полосы, соответственно, поворачивает на вторую полосу. То есть занимает соответствующее положение. Это, по данным полиции, позволит транспортным средствам быстрее разъезжаться на перекрестках, избегать аварийных ситуаций. Изменена в правилах дорожного движения ответственность за пересечение одинарной сплошной линии. Теперь за это накажут так же, как ранее, за движение через двойную линию. Даже на дорогах, имеющих всего две полосы, лишат прав на полгода. Так что лучше не обгонять в таких местах даже тихоходную технику, например, трактора или комбайны. Запрещено выезжать навстречку, и там, где нет линии, но установлен знак «Обгон запрещен». В поправках обозначено, что при левых поворотах на перекрестках встречные машины должны разъезжаться только правыми сторонами, если перекресток не имеет особой геометрии. На пересечениях дорог есть и другие изменения. Чуть-чуть зона перекрестков, получается, именно зона действия светофора, знаков, она увеличилась. Теперь, если раньше только доехав до пересечения проезжих частей дорог, надо было уезжать, теперь именно стоп-линию только проехал, все, соответственно, должен покинуть перекресток. Разрешенная скорость для движения автобусов в населенных пунктах снижена до 50 км в час. По данным полиции, это снижает вероятность летального исхода при ДТП на 25% и повышает шансы на выживание. В общем, полицейские ожидают уменьшения количества ДТП с участием автобусов и тяжести их последствий. И вскоре на некоторых светофорах Кустаная на перекрестках с трехфазным регулированием появятся дополнительные секции с зеленым плюсом. Он информировал о том, что водитель встречного направления загорелся запрещающий сигнал светофора, благодаря чему разрешается совершить маневр беспрепятственно и безопасно. Соответственно, при выключенном сигнале зеленый плюс для автомобилей встречного направления загорелся разрешающий сигнал светофора. Введены в действие и новые дорожные знаки. Движение на электрических самокатах запрещено. Перестроение на параллельную проезжую часть, конец параллельной проезжей части, диагональный пешеходный переход и другие. Также, согласно новым правилам, теперь на водителей с инвалидностью первой и второй групп, а также третьей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или их перевозчиков не будет распространяться действие ряда знаков, касающихся запрета на стоянку или движения транспортных средств. Валерий Тощев, Наталья Луговская, РТН. Почти два десятка детей пострадали в ДТП на дорогах Костанайской области с начала этого года. Чтобы не допустить роста происшествий с их участием, полиция перед началом летних каникул начала акцию «Внимание, дети!». Полицейские рассказали, каким образом собираются повысить дисциплину как водителей, так и пешеходов. С начала года в Костанайской области уже зарегистрировано 19 ДТП с участием детей. Анализ происшествий, как сообщает Костанайская полиция, показал, что в 80% случаев дети получают травмы, будучи пешеходами и по своей вине. В остальных случаях несовершеннолетние попадали в ДТП, являясь пассажирами. В ходе акции «Внимание, дети!» полицейские акцентируют работу на несовершеннолетних пешеходах и детях на мобедах и скутерах. К примеру, 17 мая текущего года в селе Камысты был остановлен 13-летний ребенок, управляющий электрическим транспортным средством. Его родители уже понесли наказание по двум статьям административного кодекса. Там же был выявлен факт управления девятиклассников мототранспортом с объемом двигателя более 200 кубичных сантиметров. Кроме того, у школьника мотоциклиста не было соответствующей экипировки. Полицейские отмечают, что безопасность детей начинается с личного примера, и родители в первую очередь должны озабыться о безопасном пребывании детей на каникулах. В преддверии летних каникул обращаемся к родителям о необходимости проведения с детьми бесед по соблюдению правил дорожного движения в безопасном поведении на улицах, дорогах и на дворах жилых домов. Также обращаемся к водителям о неокуснительном соблюдении правил дорожного движения. Снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрестками. Соблюдайте скоростной режим. Акция «Внимание. Дети» проводится по всей республике. Она подлится до 30 мая. Виталий Луковской, РТН. Экстремизм и его крайняя форма терроризм – это одна из самых опасных общественно-политических проблем. Их профилактика является задачей всего гражданского общества. В этой связи в общеобразовательной школе номер 6 Лисаковска состоялся семинар на тему «Проектные стратегии в профилактике экстремизма среди школьников». На встречу пригласили учителей и психологов, которым предстоит работать в этом направлении с детьми. В ходе семинара сотрудник Кустанайской академии внутренних дел имени Шракбека Кобылбаева, Морзобек Тойганов, разъяснил собравшимся учителям, психологам, заместителям директоров школ и классным руководителям пути защиты детей от нетрадиционных религиозных течений. «Мы должны сделать все, чтобы наша молодежь не подвергалась влиянию экстремистских и террористических идей. И для этого мы привлекаем широкие массы населения. И, конечно же, в первую очередь, эта нагрузка, задача возлагается на учителей, колледжей, университетов, преподавателей, потому что они непосредственно работают с молодежью». В выступлении спикер отметил, что есть несколько факторов, влияющих на увеличение экстремистскими течениями молодых людей. Это полное незнание своей истории, а также религиозная неграмотность. Поэтому, к сожалению, случаи терроризма в наше время – не редкость. «Ярким примером являются недавние события в Москве в Крокус-Сити-Холле Российской Федерации. Преступники, совершившие этот теракт, это были граждане из Средней Азии, то есть это наше единое пространство СНГ. Поэтому мы говорим о том, что угроза терроризма, она всегда находится рядом. И каждый человек, особенно молодежь, они все могут быть уязвимы». Центр подготовки специалистов уголовно-исполнительной системы по противодействию экстремистской идеологии работает с 2019 года. Морзобек Туйганов отметил, что профилактика терроризма является задачей не только государства, но и в большинстве случаев представителей гражданского общества. «Мы говорим о том, что воспитание в наших детях национальных ценностей, этнических и национальных государственных ценностей, именно это может стать основой для того, чтобы у них сформировался иммунитет к радикальному идеологу». Поэтому, отметил спикер, важно формировать у молодежи правильное представление о религии, цивилизации и толерантности, чтобы предотвратить экстремизм и терроризм. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент» Лисаковск. К другим темам. В Костанае готовится к запуску чугунно-литейный завод. Сейчас здесь завершаются пусконаладочные работы и в полную силу предприятие начнет работу уже летом. Здесь будут производить блоки и головки двигателей внутреннего сгорания, спрос на которые увеличивается, как отмечают представители завода, по всему миру. Татьяна Калюжная подробнее. «Акцент» Товарищество «Комблит» Кизет в Костанае сейчас завершает строительство двух заводов. Это завод главных передач и чугунно-литейный. Здесь будут выпускать компоненты для автомобилестроения. На последнем в эти дни идут пусконаладочные работы. Здесь, как отмечают представители предприятия, уже готовы к производству блоков головок и литых мостов. Блоки цилиндров, ну и головки цилиндров считаются шестой группой сложности, самое сложное литье на самом деле. И мы здесь используем очень высокий уровень автоматизации. Допустим, когда мы начали разрабатывать вообще концепт этого предприятия, было три робота в самом начале. Потом, в ходе детального инжиниринга, мы проработали все плюсы и минусы, все взвесили риски. И в итоге на сегодня у нас наш завод оснащен будет 30 роботами. Площадь этого производства 28 тысяч квадратных метров, а проектная мощность более 40 тысяч тонн чугунного литья в год. Смонтировано все основное технологическое оборудование, на котором уже идет заливка необходимых изделий. Причем один из сырьевых компонентов сталь закупается с Кустанайского завода Евразко-Аспиансталь. У нас на предприятии, по большому счету, установлено самое передовое технологичное, экологичное оборудование. На мой взгляд, даже во всем мире самое передовое оборудование. В частности, у меня на участке установлены индукционные печи. И на этих печах установлена система дымоудаления, произведенная немецкой компанией «Гарант». Эта система позволяет не то что минимизировать, а практически исключить выделение отходящих газов в воздух в рабочие зоны. Как отмечают представители завода, на произведенную продукцию уже наблюдается высокий рост. Работать вплотную здесь намерены искусственными заводами и предприятиями Средней Азии. Какой эффект для экономики нашей области? Свыше 500 новых рабочих мест появляется на этом заводе. И 20 миллиардов тенге в год будет поступление налогов только от одного предприятия. Глава государства поручил обеспечить ускоренный рост обрабатывающей промышленности. Этот рост невозможно реализовать без привлечения инвестиций. Еще один завод по производству главных передач планируют запустить на следующий год. Сейчас здесь тоже ждут оборудование для монтажа. Как отмечают специалисты, новые заводы обеспечат работой больше тысяч человек, часть из которых готовят в местном колледже автомобильного транспорта. Хамзан Урпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Должникам за отопление и горячую воду будут поступать звонки из теплокомпании. С излостными неплательщиками сначала будут вести переговоры, но если они не помогут, КТЭК начнет действовать через частных судебных исполнителей, выходить в рейды и в крайнем случае перекрывать подачу горячей воды. Мои коллеги с подробностями. Коммунальное предприятие КТЭК продолжает борьбу с должниками. Сейчас задолженность кустанайцев перед теплокомпанией составляет почти 900 миллионов тенге. Сюда входят те потребители, которые не оплачивают счета свыше двух месяцев. Сначала коммунальщики пытаются самостоятельно взыскать долг. Контролеры при посещении задолжников вручают уведомления о наличии задолженности, в которых указано, что в случае, если потребитель не оплачивает задолженность в течение трех дней, в дальнейшем документы пойдут уже к нотариусам для вынесения исполнительной надписи. Также контролеры вручают уведомления о том, что в случае неоплаты задолженности будет ограничена подача услуги горячего доснабжения. Самым эффективным методом борьбы с должниками в КТЭКе считают совместные рейды с частными судебными исполнителями. Проводятся они регулярно. Сначала в гости приходят к самым злостным неплательщикам. Некоторые решают вопрос на месте, другие возвращают долг через суд. В летний период, так как отопительный сезон закончился, какая-то часть работы у контролеров уменьшается, поэтому больше мы сил и внимания уделяем уже на снижение дебюторской задолженности. Ежедневно происходит автодозвон потребителей в рабочие дни с 5 до 10, в выходные дни с 11 часов до 8 вечера. Для бесперебойной подачи тепла и горячей воды теплокомпания просит производить оплату регулярно не позднее 25 числа каждого месяца. Если все-таки накопилась задолженность, в КТЭК предлагают обратиться в абонентский отдел. С каждым потребителем там готовы составить индивидуальный график погашения задолженности. Валерий Тощев, Алияда Смагомбетова, РТН. В Костанайской области приступили к обработке полей от саранчи. Специалисты отмечают, что в этом году в регионе наблюдается ее активное развитие. Мероприятия против редителей проведут на территории 15 из 17 районов области. А это почти 776 тысяч гектаров. Наибольший объем обработок запланирован в Наурзумском, Камыстинском, Женгельдинском и Амангельдинском районах. В целом, в 2024 году мониторинговые мероприятия по стадам саранчевым запланированы на площади примерно 5 миллионов гектаров. По нестадам саранчевым на 69 тысяч гектаров. К мониторинговым действиям из филиала методического центра к работе приступят 129 специалистов. А также в каждом сельском округе будут задействованы от 3 до 5 общественных работников. В химических обработках против стадных саранчевых будет задействовано не менее 72 единиц техники. Последний звонок в новом формате. Вместо привычных линейк в школах прошел единый классный час на тему знания во благо Родины. В Костанайской школе номер 7 сегодня подвели итоги этого учебного года, отметили отличившихся и наметили планы на будущий год. Алия Дасмагомбетова побывала на мероприятии. Лейла Далакова в этом году окончила 10 класс и, как признается школьницам, успешна на все пятерки. И сегодня на классном часе хочет поделиться своими достижениями. По словам девушки, новый формат проведения последнего звонка для нее довольно необычный, но к любым новшествам она адаптируется быстро. Самым большим достижением для меня было стать президентом, потому что это была очень огромная ответственность, которую я несу не только перед собой и своим классом, я не несу ее перед всей школой, перед преподавателями. И в целом я ощущаю огромную ответственность за все, что происходит, потому что мы чувствуем себя достаточно взрослыми. И у меня есть моя группа поддержки, наш парламент школьный. В актовом зале школы номер 7 сегодня собрались десятиклассники. Александр Исправников тоже заканчивает учебный год с хорошими результатами. Молодой человек показал отличные результаты в спорте и подтянул учебу. Надо не терять голову, учиться, учиться, не забываться. Потом все равно это вернется и придется нарабатывать. Но у меня остался год, и нужно активно готовиться. Этот год получился насыщенным. Предоставились много разных возможностей в спорте, в олимпиадах. На сцене мы могли видеть кубки. На каждом из кубков висит моя медаль. В этом году последний звонок в школах для учеников с 1 по 10 классы проходит по-новому. Вместо привычных линеек для них проводится классный час на тему «Балямам от Анма» – «Знания во благо Родины». Классные руководители вместе с учениками и родителями подводят итоги года. Отличившихся школьников отмечают грамотами. Вы сейчас находитесь в таком хорошем возрасте, когда вы уже не маленькие дети, вы уже взрослые самостоятельные, но в то же время у вас еще есть целый год впереди, когда вы придете в 11 класс, когда вы еще можете поставить такие задачи, которые будут решаться вами вместе с вашими педагогами. У вас хороший возраст, когда вы должны ставить хорошие цели и уметь их достигать. А вот последний звонок для выпускников в школах пройдет завтра. В Кустанайской области в этом году попрощаются со школой более 4 тысяч человек. 130 из них претендуют на знак «Алтенбельга». Виктор Ваташко, Алия Дасмагомбетова, РТН. С этого года дети и подростки смогут попасть на бесплатные спортивные секции через новую платформу – domobala.kz. Как оказалось, данный портал самостоятельно исключает прогульщиков, и тем, кто упустил свою возможность, нужно будет снова становиться в очередь. Помимо этого сократилось и число поставщиков услуг. С чем это связано, расскажет Алина Альмишева. В этом году около 6,5 тысяч детей и подростков в Кустанайской области смогут посещать бесплатные спортивные секции. С этого года поставщики услуг и дети взаимодействуют через новую платформу – domobala.kz. После того, как она заработала в регионе, количество поставщиков услуг сократилось, а вместе с этим и детей. С разработчиками платформы введена функция верификации. То есть каждый родитель должен был подтвердить свой аккаунт электронно-цифровой подписью для подписания табеля учета посещения занятий своими детьми. Благодаря этой функции произошла большая зачистка детей, которые не посещали спортивные секции, но, тем не менее, поставщики услуг подтверждали их посещение определенных занятий. Помимо этого, работая с платформой, поставщики столкнулись с рядом проблем. Некоторые не могли сформировать табелем. Кто-то не справился с составлением расписания, без которого невозможны следующие действия. Для детей там тоже есть определенный регламент. Три пропуска подряд без уважительной причины и программа автоматически такой ваучер архивирует. Достижение 18 лет ребенка. Соответственно, вы знаете, что программа работает открыто для детей от 4 до 17 лет включительно. Соответственно, если участнику данной программы подростку исполнен с 18 лет, такой ребенок, подросток автоматически архивируется программой. Таким образом, если ребенок будет пропускать занятия без причины, то он будет автоматически исключен, и ему придется снова встать в очередь. Из года в год самыми популярными кружками становятся футбол, волейбол и шахматы, так как в основном поставщики выбирают наименее затратные виды спорта. Например, у нас отсутствуют абсолютно секции по зимним видам спорта, потому что здесь дорогостоящий инвентарь, соответственно, база уже совершенно другая требуется. Потому что помимо того, что в зимнее время нужны крытые объекты, то в летний период, соответственно, можно заниматься на открытых площадках. В настоящее время по Костанайской области организовано более 350 спортивных секций по 18 видам спорта. На этой неделе завершится прием заявок для новых поставщиков. А на следующей планируется открытие очереди и выдача ваучеров. Из приюта для животных в Костанай хозяева, дома которых пострадали от паводка, стали забирать своих питомцев, но не всех. Часть животных, отмечают зооволонтеры, так и останется в приюте, потому что людям дали квартиры, и собак в них они забирать не стали. Но особенно много осталось кошек и котов. За ними практически никто не приходит. Татьяна Калюжная с подробностями. Животные, которых зооволонтеры спасли во время паводка, начали возвращаться к своим хозяевам, однако не все. Сейчас, как отмечают представители приюта, у них забрали уже больше 70 собак. Но большая часть все еще находится в приюте. Ведь некоторые семьи жилья своего лишились, поэтому пока и забирать их некуда. А те, кто получил новые квартиры, забирать животных не будут. При этом, как отмечают в приюте, у них сейчас большие сложности не с собаками, а кошками. Котеек осталось невероятное количество, то есть порядка 35-40 кошек остались у нас. Собак сложно почитать, потому что сейчас уже все перемешались за это время по вольерам, перемешались с нашими собаками, с нашими постояльцами. Но, повторюсь, вот здесь, допустим, за территорией живут те, кого спасли в потопе. В общем, сейчас на территории проживает больше 150 собак, причем разных возрастов. Есть совсем маленькие, это, как их называют зооволонтеры, еще послепотопные щенки. Их мам спасли во время паводка, и сейчас они ищут себе семьи. С ними пока сложно, потому что они требуют очень много внимания. Основные силы сейчас – это содержать вот это невероятное количество, которое есть здесь и сейчас, потому что сил рук не хватает. Вот буквально недавно у нас опять дети все болели, то щенки, да, малыши. Кололи каждого, то есть это минимум в среднем, там, полтора-два часа, просто чтобы уколоть всех. Помощи в сотню раз меньше, чем это было в самые пиковые дни, и это очень ожидаемо, потому что ажиотаж, так сказать, прошел, а животные с нами остались. Сухого корма, отмечают зооволонтеры, пока достаточно, но запаса на будущие месяцы пока нет. Большая сложность с кормами для кошек. А еще приют ждет начала облагораживания своей территории. Александра Лебединская отметила, что глава областного центра обещал помочь им избавиться от грязи, которая всегда возникает внутри приюта во время дождя с помощью брусчатки. Ее снимают сейчас на улицах областного центра. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.